Итак, всем привет, с вами имбой Зарвурс, и сегодня мы поговорим о том, ну точнее, я сделаю первый этап создания своего клипа на своём примере личном. И сейчас мы открываем мовиконтру, да, ну, привычное, собственно, дело уже, уже не первый урок показываю, так что можно понять, в каком контру заходить. И теперь мы, сейчас запустится у меня, так, выключим, о, ей надо ещё право включить, так, заходим в мовиконтру, и чтобы создать, чтобы начать создание мовик, нам нужны вот эти вот бинды, собственно, в фреймрейтах, Вот фреймрейты, да, видите, фреймрейты. 500 для снятия фрагов и 1000 для снятия смутов, но смуты я не буду снимать, так как я не умею делать смуты, честно говоря, поэтому просто покажу синхроу и пару эффектов, которые можно использовать. Ну, и панк-клоп, естественно, как же из него, как всё это совместить с хорошей музыкой, и что у нас, собственно, имеется. Ну, у меня есть своя демка, то есть я делал специальный фейк-фраг. Так, сейчас мы его запустим, и, собственно, я объясню сейчас, что делать. То есть, Right Arrow, это правая стрелка, ну, стрелка вправо, да, на клавиатуре. Это 500 FPS ставит, и потом я объясню, зачем это. Старт-муви F11, то есть, Старт-муви, ну, то есть, снимается кадрами, то есть, скринами, то есть, всё идёт, это будет лагать, я так, ну, у вас, я не знаю, как, у меня, как бы, кадрами так идёт, но не так заметно. Итак, мы переходим на свой момент с фейк-фрагом. Так, 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 вот он, я прыгаю, собственно, вот тут. Мы открываем демочку, жмём на правую кнопку, да, Теперь мы, ну, можно сейчас нажимать на F11, и, короче, у нас всё поедет. Вот, всё пошло очень медленно скринами, не пугайтесь ничего. Потом, ну, вы будете записывать каждый фраг по отдельности. Ну, не, ну, не знаю, как по отдельности, то есть, пока, ну, ваши фраги не пройдут, то вы не убираете кнопку, когда вы уже полностью убедитесь в том, что все фраги ваши сделаны, то вы нажимаете на F12, и это End Movie. То есть, сейчас, раз, вот, голову убил, ну, чтобы поставить 30 фпс, обратно жмём на Ctrl. Ну, вот, 5к, он ли, хэдшот, причём без читов таковых. То есть, у нас всё это он ли бы хок, чтобы быстрее кликать, но я потом вспомнил ноу-клип и, короче, всё нормально. Итак, вы записали скринами, то есть, у вас это в папке Кострайк, сейчас папка Кострайк, вот она, это всё, это всё находится в папке Кострайк, то есть, оно никуда не исчезает, поэтому, что вы делаете? Так, ну, вот, когда вы записали, у меня это в B, вот, под букву B это у меня сейчас записано, что мне нужно было. Так, вот это мы удаляем. Кстати, весит довольно много, ребят, так что, вот, приготовьтесь освобождать место на компьютере, чтобы пытаться участи и попробовать сделать клик. Так, нам нужна программа Virtual Dab, на которую я скинул ссылку в описании. Вот программа Virtual Dab. Открываем его. Ну, файл. Open Video File. Ну, заходите в папку с контролем, там она изначально не будет, там, это папки, но эти вот, на первый файл же, но эти открыть, и он, как бы, строит, то есть, из-за кадров, то есть, ты, как говорится, тупой мультик получается, и, ну, давай, может, ты его сейчас не можешь. Так, и что мы делаем здесь? Заходим в видео. Frame Rate. Ставим то количество FPS, которое вы поставили в стрелочке, то есть, ну, в моём случае, 500. Ставьте 500 FPS. Жмёте File, Save, SAV и сохраняйте. Когда жмёте сохранение, но я сейчас по-другому назову, чтобы... Так, когда у нас сохранение, лучше выбирайте Hijist, процесс, то есть, варианте тех, чтобы быстрее загружало. Иначе, ну, вы так были просто долго грузить. Так, я не буду. Аборт сделаем. Так, хочешь делать аборт, да. Так, ну, и когда вы, значит, сохранили свои скрины, вы запускаете Sony Vegas. Так, запускаем Sony Vegas, собственно. И уже пытаясь... И сейчас, так, сейчас всё откроется. Так, вот тут вы находите свой файл. В моём случае это папка Fraps. Всё лежит. Открывайте. Ну, у меня тут два файла получилось. Просто там отделилось, короче говоря. Поэтому у меня два файла получаются. И я их даже вот так вот чуть-чуть сохранил. В принципе, чтобы... Вот так, то есть, получалось. Приходит. И тут тоже фраг идёт. Так. И наша песня. Ну, в моём случае это Black and Yellow. Виз Халифа. Отличная песня. И сейчас я найду этот момент. Сейчас, минуточку. Ну, вот где-то вот тут. Так, сейчас будем слушать и... Так. Так, нет. Постоянно, наверное, дроу квачена квота. То есть, чтобы вы, хотя бы, смогли, наверное, увидеть это. Так. Да что-то... Так, стоп. Так, стоп. Black and Yellow. Смотрите, вот. Black это вот... Ну, то есть, вот биты. Вот идут биты. То есть, когда... Ну, выделены, как бы, они так, синеньким цветом. Ставим маркер на... Буку M чуть-чуть даже подвинуть. Можно, наверное. Ставим здесь маркер на Буку M английскую. Чтобы запомнить, где первый фраг идёт. И жмём... Ну, собственно, поговорим о велосити тут сейчас. Жмём, наверное, правой кнопкой мыши на видео. Insert, Remove, Envelope. И велосити ставим. Здесь. Потом, в общем, слушаем песню и ищем биты. Так, сейчас. Так, ну вот. Второй бит. Второй бит. По-моему, третий. Так, сейчас. Так. Так, 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 стоп. Всё, слушаем. Ну, тут четвёртый Black and Yellow, вроде вот здесь. И что мы сейчас делаем? Мы чуть-чуть, вот смотрите, ставим точку. Левая кнопка мыши. Два раза жмём. Ставим рядом с ней ещё одну. И оттягиваем её вниз на где-то около 31%. Теперь, что мы делаем вот здесь. Так, вот здесь. Мы ставим ещё одну точку и поднимаем вверх. Настолько. Ой. Сильно поднял. Чтобы, как бы, появлялся второй фракт. То есть, второй выстрел вот появился. И мы снова убираем. Велосити делаем меньше. Так. Ещё раз. Поднимаем. Ну, нам тут чуть-чуть не хватает. Иногда, в принципе, можно поднимать чуть-чуть. Велосити. Чиний вело... Ну да, поднимать можно. Велосити, чтобы... Третий фракт. Опускаем. Снова. На 31. И четвёртый фракт у нас... Вообще не появляется здесь. Поэтому... Ну, тут, наверное, придётся нам немножко... Таки схитрить. Так, ладно. Вставляем здесь. У нас небольшая загвоздка произошла по поводу... Того, что... Как бы, вот... Третий фракт очень долго появляется. Что-то вообще не появляется. Так... А... Так... Ну, вот он. Фракт можно вот так вот... Оставить... Чуть-чуть места. То есть, жмём на S английскую, вырезаем... Вырезаем, наверное, вот этот вот весь кусочек. Лишь кому нож... Большой выходит. Слишком большой кусок... Получается у нас, друзья. И мы чуть-чуть вот так вот, чтобы он... Как бы, не из ниоткуда появлялся, а появлялся именно. И у нас сейчас бит... Бит, бит, бит... Где... Где этот бит? Четвёртый бит. А, похоже, нам придётся вырезать-то намного больше. Да, друзья, мы вырезали мало. Вносительно. И вот у нас последний фракт. Мы его тоже оттянем, ну, где-то на... 59, чтобы... Немножко такое... А потом в конце чуть-чуть увеличим. Повымахиваемся, уменьшим. Увеличим. И уменьшим... На 7, на 66. Итак. Теперь я... Постараюсь прорендрить это. Ну, я не знаю, прорендрится у меня. Просто... Чтобы... Вы поняли примерно, как это делается. Потом я покажу в конце, то есть, что у нас получилось. Сейчас, секундочку. Так, стой. А, ну, тут как-то... Стоп, 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 стоп. Господи, что-то у нас тут... Не то получилось. Совсем. Совсем не то, друзья, у нас. Дай. Так. Эм... Нам нужно... Слегка, наверное, было поднять её. Семьдесят девять. Тут, наверное, так же нужно сделать семь... Ну, восемьдесят семь даже, если поставить. Ну да, это слишком много получалось. Вот, в принципе, я думаю, нормально будет. Ещё раз прорендриваем. Тут её убираем. А, ну, и пятый фраг нам вовсе вообще не... Нам он... Не к чему, поэтому мы вот так вот делаем. И... В принципе, всё. Ну, мы больше не будем. Ничего записывать. Переходы мы сделали. Всё сделали. Синхра... Вроде нормально. И так. Ну, в целом, как бы, всё нормально. И теперь мы поработаем с панкропом. Что же это вообще такое? Это своего рода. Так, чтобы поработать с панкропом, нам нужно вот... Где маркеры, да? Прям вот тут вот нажимаешь на кнопочку S. Я думаю, даже тут можно было это сделать. Нажмём здесь на S. Нажмём тут на S. И нажмём вот на последнем моменте на S. И вот наш панкроп. Это... Как бы, своего рода... Ну, вот. Когда фраг... Мы сейчас вот сделаем так вот, что поменьше его. То есть мы его уменьшаем. И наклоняем слегка в бок. Можно даже и не слегка. Это уже как... Вам хочется. В принципе, все... В принципе, все делают... Вот. Ну, по такому, примерно, принципу. То есть... Оп. Мне кажется, это входит. И уже второй идёт под кроп. То есть там... В другую сторону мы, понимаете, сейчас перевернём его. Уменьшили. В другую сторону перевернули. И... Теперь... В конце аж вот так вот. Рестор, это значит поставить... Такое же значение, которое стояло изначально. То есть вот. Так же. Чтобы вы не думали, что я там какую-то хрень-то затворю, а вам мне не объясняют, что я даже делаю. Так. Тут так же переворачиваем. Можно даже увеличивать больше, если входит. А потом... В конце так... Рестор. И... На последнем моменте... Так, вот на последнем моменте у нас, друзья... Жмём панк рок. Так. Мы здесь, наверное... Чуть-чуть пораньше уберём, потому что там потом сразу конец. Так. И... В общем... Рендерим ещё раз. И... Посмотрим, что у нас получается. Так. Извините. Продолжаем. Прорендерим. То, что у нас вышло. Ну, вы даже можете сами видеть, как панк рок в движении находится. И... Ну, вот. В целом всё хорошо выглядит. И... Ну, чтобы немножко так... Раскрасить... Эээ... 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 Скучно. Скучно. Краски. Мы... Добавим... Немножко вспышек, да. Эффект bump map. Убираем bump hate, вообще. Он нам не нужен. Эээ... Так. Жмём animate. То есть мы анимируем этот эффект. Эээ... Ну, у нас, так как у нас это выстрел уже... мы увеличиваем нужно ваш вкусом как увеличивать ну например 477 теперь на на 14 секунды мы уменьшаем чуть чуть и на 16 мы уменьшаем до изначального значения 250 мы поставим здесь так прорендер и вы увидите что получилось теперь делаем такой же со всеми остальными моментами бам хейт дэнсити ставим на 477 можете менять уже по своему вкусу это я так чисто на шару ставлю так тут 250 так третий момент бам мап бам хейт не нужен анимейт 477 так 12 это чуть чуть меньше и 15 это 250 250 так и последний момент у нас остается это то же самое будет нет но я не люблю особо чтобы выделялось так так ну ладно так 477 так оставим так 11 это будет 344 примерно и 15 это будет 250 50 это изначально и еще раз прорендриваем и будем смотреть что получается у нас с фрагами нашими теперь теперь мы еще один эффект разберем но я не буду с ним рендерить потому что у меня просто не может рендериться у меня я показал что мало физической памяти хотя оперативной памяти у меня 4 гигабайта итак еще один эффект у нас это гаушенблюр видите то есть размытие своеобразное и его мы ставим на 11 то есть в изначальном значении в изначальном значении мы еще раз нажмем аниме и чтобы у нас все видео не было таким мы чуть чуть как бы поближе его сделаем тактик сначала 5 а вот тут уже на 0 ставим так теперь пробуем с остальными эффектами точнее с остальными моментами сделать то же самое так так ну мне проще написать будет так теперь вот наверное здесь вот 05 05 ой 0 ну да пусть и вот здесь уже по нулям все что было до меня обнуляет так это у нас здесь гаушенблюр стоит и здесь гаушенблюр стоит так еще на два момента еще на два момента но просто иногда таймлайны не совпадают это сейчас они примерно совпадают да у меня я могу взять и скопировать но сам хочу показать то есть чтобы не думать что я взял это из ниоткуда скопернул что то поэтому это свои эффекты то есть даже никаких плагинам дополнительных не использую то есть сделано все чисто в целях того чтобы научить вас как это как это вообще как это да так 0 0 5 0 0 5 а вот здесь по нулям и да мы все это уже сделали мы еще раз правильно дремяем и это наверное будет последний раз перед самим рендером ну и вот красиво правда красиво да и выделяем щас вот так вот выделяем выделяем жмем рендер с и рендер делаем я показывал со значением 6 мбс у меня просто не рендер в таком значении ставим ваше максимальное разрешение которое вы можете вообще себе поставить поставить 30 фпс так видео смутно 100 sharpest так тут cbr тут все нормально видео битрейт project видео рендер quality best ставите и жмете ok сэй и в общем поехали и что у нас получилось на самом деле вы сможете увидеть буквально через несколько минут точнее даже через несколько секунд с вами был имба из арварса заходите в нашу группу вконтакте и будьте молодцами до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи